А спонсор сегодняшнего видео сервис LF Group, пожалуй лучший сайт для поиска игроков. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео, и сегодня поговорим о том, что нужно сделать до старта 4 сезона. Этих вещей будет в принципе довольно таки мало, по той причине, что игра не особо меняется, и новинок в ней будет мало. Но не стоит забывать о том, что 4 сезон, как его называет компания Blizzard, он будет экспериментальным, и в этом экспериментальном сезоне немножечко все-таки поменяется концепт вообще дополнения и концепт сезона в целом. Поэтому будет несколько интересных вещей, которые все-таки желательно сделать, и это будет, я думаю, в целом вам полезно. Пройдемся давайте по обычным сразу вещам, как я обычно делаю это в видосике. Первая вкладка, первый пункт, по которому мы пойдем, это будет PvP. Что мы получаем за PvP вообще полезное в текущем сезоне? Мы получаем сетик за 1800 рейтинга, то есть, как обычно, эта награда у нас никуда не поменялась. То есть, фаворит 1, мы там завершаем, получаем шлем и наплечники. Мне вот надо маленечко еще допать. Далее у нас имеется сезонная награда в виде лягушки-квакушки. Это я уже сделал, лягушка получена. Также лягушки эти есть на превьюшке к видосику. Вот, далее у нас что получается? За 2100 рейтинга мы получаем чарку, за 2400 и 50 винов мы получаем звание гладиатора, ну и достижение гладиатора. Там еще и маунт, в общем, много-много всяких интересных наград. То есть, апаем рейтинг по мере своей возможности и получаем соответствующие награды. Также не забываем о валюте. Само собой, PvP-шная валюта, это у нас что получается? Очки завоевания. Очки завоевания можно потратить в какие-нибудь шмоточки для себя, да, как вариант. А можно просто-напросто подняться на второй этаж Борибос, подойти к брокеру и у этого брокера закупить шмоточки для твинков, сундучки. Но есть у меня такая информация интересная, то что если эти сундучки накупить и не открывать, а открыть уже там, например, в четвертом сезоне, то с этих сундуков будет павить по 200 голды. Правда это или нет? Не знаю. Я склоняюсь к тому, что все-таки это правда. Я куплю эти сундуки в самый последний день и пусть они валяются. Если оттуда даже ничего не выпадет, я особо не потеряю. Если оттуда выпадет по 200 голды, ну что ж, голд фарм. Это реально круто. Вторая половина видео для PvE игроков, для PvE-шничков. Я думаю, вы уже многое сделали, но все же. Проходим двадцатки в таймер. Двадцатки в таймер дают нам путь героя, темные земли. Возможность телепорта к любому донжу. Мы знаем то, что в четвертом сезоне M-Plus система будет переработана. У нас останется также два тазовеша. У нас еще будет два мехагона, два каражана и два адренорских донжа. Это Депо и Доки. Все остальные донжи выведутся из системы MIFIC+. Поэтому получить телепорт на текущий момент это круто и это все-таки исторический момент. Также на фоне этого смертельная тризна. Мы знаем, что оттуда падает маунт Костезубка. Костезубку можно фармить в формате M-Plus. Поэтому просто-напросто советую вам походить вторые ключики, а не легкие, с целью фарма маунта. Потому что ходить потом еженедельно в MIF 0, каждым перцом ради того, чтобы дропнуть маунта, я не думаю, что вам захочется это делать. Но захочется ли вам ходить ключи ради дропа маунта, подумайте. У вас целый месяц для этого. Я рекомендую вам все-таки побегать. Вторые ключи это реально легко. Далее не забываем о том, что нужно перед окончанием сезона, или уже даже на текущий момент, потратить очки доблести. Видосик с реализацией очков доблести и очков завоевания будет в описании к этому видосику. Получается, очки доблести реализуем там в Киеве, либо реагенты, которые дорогие. И все. Ну есть и другие реализации. В общем, там в отдельном видосике все рассказано. Пратим доблесть и кайфуем. Дальше не забываем о достижении. Слава герою темных земель. Ее довольно-таки просто можно выполнить на текущий момент. Данжи легкий, гир у нас высокий. Все замечательно. К тому же некоторые ачивки облегчили. По-моему, на ласте в кровавых катакомбах ачив стал полегче. В том плане, что данжи ресетать теперь не нужно. По-моему, как-то так. Окей. И если уж начали разговор про ачивы, то продолжим. Рейд. Герой своего времени. На кромке лезвия. Зал славы. Зал славы закроется уже довольно-таки скоро. 13 июля. То есть, если ваша гильдия осваивает тюремщика в мифике, то поднажмите. Кромка будет актуальна до 3 августа. И герой своего времени тоже можно будет получить до 3 августа. Получается так. Также не забываем о получении красивенького сетика. Какого-нибудь откуда-нибудь. И не забываем про слизистого змея. Аналогично. То есть, нам также нужно пройти сумные каскады, соло. Это не трудно. Но, имея на текущий момент высокий гир, имея ту мысль о том, что данжи пока что еще не апнуты мифнули, можно легко получить слизистого змея, если у вас до сих пор его нет. Маунт, конечно, напоминает пробуфа, но получить его для коллекции, в принципе, неплохо. Так что такой список, он реально довольно-таки маленький. То есть, раньше нам нужно было там и известность подготовить, и торгастики открыть. А сейчас это уже открыто. Сейчас известность очень легко прокачивается. Все это у всех есть. И если вы, как или прошлые там, например, видосы, то вы это, конечно же, уже давно сделаны. Так что как-то так. Если я о чем-то забыл, если я что-то не сказал, я напишу это в комментариях. Ну и вы тоже можете поделиться своей информацией о подготовке к старту четвертого сезона. Вот так вот. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!